Почти полвека на защите материнства и детства в нашей республике стоят представительницы Республиканского Совета Женщин. Они всегда берут инициативу в свои руки и ведут свою социальную политику. В центре их внимания – здоровье семей, обеспечение их жильем, медицинским обслуживанием, забота о подрастающем поколении и ветеранах. Сегодня в Чебоксарах прошел 16-й съезд Республиканского Совета Женщин. В Дворце детского и юношеского творчества собрались представительницы Женсовета из разных уголков Чувашской Республики. Не первый год они демонстрируют свое невероятное трудолюбие и создают удивительный мир народного творчества своими руками. По традиции эти умения сохраняются и передаются от матери к дочери. Детей приглашаем, чтобы это все учить. У нас, конечно, в Урмарском районе все уже знают без реплетения, и вышивку, и шитье тоже. Ну, короче, все, все делаем, что нам не лень. Тут мы приготовили изделия, вот картины, игрушки, и фастент мы приготовили. Из Канажского района у нас активно участвуют женщины многодетных семей, учителя, преподаватели, которые работают в больнице. Женсовет на протяжении многих десятилетий старается объединить разных и в то же время похожих друг на друга женщин. Еще в годы Великой Отечественной войны женщины работали в тылу, а в послевоенные годы женсоветы активно участвовали в возрождении страны. Сегодня это крупная общественная организация, в которой насчитывается около 300 отделений. Практически во всех сельских поселениях работает свой совет, который имеет перед собой конкретную цель, чтобы страна была социально здоровой. Мне очень приятно находиться и, может быть, кое о чем доложить перед вами, насколько сегодня органы власти Чувашской республики создают или не создают благоприятную среду для того, чтобы в любви появлялись желанные жизнерадостные дети. Хочу доложить, за последние 20 лет, в первые мы год завершаем с положительной демографической ситуацией, с учетом вчерашней ночи, оперативная информация идет, появилось 1036 младенцев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С чем я вас всех поздравляю. Государственная поддержка во многом позволяет переломить демографическую ситуацию в стране. Помощь многодетным семьям с предоставлением земельных участков, материнский капитал, материальные выплаты за усыновление и многое другое позволяют нашему обществу идти в правильном направлении. В роли фермеров и воспитателей, предпринимателей и преподавателей, врачей и работников культуры женщины вносят свой огромный клад в устойчивое развитие нашей республики, а сельская женщина – опора семьи, хранительница семейных устоев. В женсовете работают только те, кто пришел сюда по велению сердца. Социальная активность и милосердие женщин призваны создать более сильное общество. Сделано немало, но впереди еще много важной и нужной работы. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.